здравствуйте дмитрий александрович добрый день сразу начнем с такого вопроса не стоит на месте наука в том числе эндоскопии чем отличается 20-летней давности эндоскопия от нынешней современной ну смотрите 20 лет назад эндоскопы не предполагали воведение изображения на экран то есть врач смотрел но если это сравнить с чем-то таким всем понятным как бы в подзорную трубу один сам смотрел в окуляр и дело заключение по этому изображению теперь есть возможность вывести изображение на экран она становится больше разрешение лучше и можно увидеть изменения все на более раннем этапе сейчас в нашем центре используется современная аппаратура компания олимпус то есть это видео гастроскоп и видео колоноскоп мы можем не только видеть на экране изображение но мы также можем сделать видеозапись и сделать фотографии изображения то есть при необходимости врач другой специальности может также посмотреть на наше заключение именно на то что мы увидели и так сказать это будет коллегиальные мнения дополнительные кто ваши пациенты кто приходит к вам на прием пациенты у нас совершенно разнообразные в первую очередь это большое число пациентов которым назначили лечащие врачи в первую очередь это проктологи и гастроэнтерологи колоноскопия по российским рекомендациям рекомендуется всем людям старше 40 лет поскольку к сожалению рак сейчас помолодел и самым действенным средством профилактики и возможности поставить диагноз своевременно это колоноскопия но чтобы еще раз объясню что такой термин колоноскопия это исследование толстого кишечника когда аппарат вводится через анус и получается есть возможность посмотреть весь толстый кишечник я хочу дополнить еще о гастроскопии и показаниях колоноскопии и гастроскопии гастроскопия это когда гастроскоп то есть аппарат с телекамерой на конце вводится через рот и пищевод желудок и 12 перстную кишку и врач тоже глядя на экран может оценить состояние этих внутренних органов показано в общем то всем кто испытывает достаточно выраженные боли желудки в животе скажем так поскольку часто человек не может определить точно говорит что желудок а что там болит до исследования непонятно и таким образом можем выявить тоже на ранней стадии как злокачественные заболевания но это самое серьезное так и такие заболевания как гастрит эрозивный гастрит язва желудка то есть это будет верифицировано со стопроцентной четкости ну вот этот эндоскопия это так называемая в народе лампочку глотать да да именно так процедура не из приятных думаю вот ее многие проходили и колоноскопия тоже процедура из неприятных может быть у вас есть какие-то методы как облегчить пациентам прохождение таких анализов ну во первых хочу сказать что все врачи которые работают в центре имеют большой опыт исследований и даже без каких-либо дополнительных мер которые облегчают ситуацию процедуры даль достаточно неприятные но при квалифицированном выполнении в общем то тоже достаточно легко переносится но тем не менее да сейчас и гастроскопию можно сделать во сне но а колоноскопии вообще все таки в современном в современных условиях лучше делать во сне и в нашем центре есть такая возможность то есть при этих процедурах по желанию пациента обеспечивается медикаментозный сон сон проводит врач анестезиолог сонно современные препараты обеспечивают когда именно то продолжительность времени которые необходимы для проведения исследования то есть это либо для гастроскопии ну пять минут для колоноскопии 20-30 минут потом человек просыпается не испытывая никаких неприятных ощущений то есть это как тоже часто все представляют что после наркоза тошнота плохое самочувствие несколько часов нет здесь минут через 15-20 человек себя чувствует совершенно также как как будто бы ничего не было и процедуры для пациента получается совершенно безболезненные и совершенно не не откладывается у него в сознании то есть человек закрывает глаза открывает глаза уже в палате пробуждения то есть у нас есть дневной стационар где человек окончательно приходит в себя может отдохнуть полежать и станет уже тогда когда почувствовать себя совсем хорошо вы же затронули эту тему но все же давайте акцентируем прямо на этом внимание вы хотя и не ставите диагнозы но какие заболевания можно выявить только с помощью вот методов эндоскопии я хочу сказать что да как вы правильно подчеркнули все-таки диагностика подразумевает что мы выдаем заключение окончательный диагноз ставится лечащим врачом когда он использует не только наше заключение а использовать также другие методы обследования самое главное что здесь необходимо именно допустим при колоноскопии и для чего необходимо делать колоноскопию чтобы вовремя диагностировать злокачественные заболевания то есть рак и здесь мы естественно видим сами на экране что что есть и обязательно берем биопсию и в зависимости от результатов уже совместных результатов можно совершенно точно верифицировать этот диагноз также хочу подчеркнуть что сразу поскольку это взаимосвязано что злокачественные заболевания то есть рак получается из маленького полипа который постепенно растет растет а полипы мы диагностируем можем диагностировать на самой ранной стадии и соответственно в можем удалить его тут же при исследовании то есть это тоже в рамках вот компетенции врача эндоскописта удалить полипы да как раз то есть и таким образом получается что такая скажем превентивная профилактика в общем-то когда минимальное изменение что такое полип это маленькое образование на слизистой кишке когда там появился совершенно небольшой бугорок который может стать больше то есть и больше больше в результате может вырасти в опухоль да и вот на той стадии когда это совершенно еще как бы безобидно и действительно он никак для человека еще не несет никаких неприятных ощущений в этот момент мы имеем возможность удалить каким образом кому показана колоноскопия и помимо того что рекомендуется всем старше 40 лет сделать хотя бы раз это исследование а потом повторять раз пять лет это российские клинические рекомендации если вдруг у человека появились какие-то непонятные выделения заднего прохода то есть но в первую очередь это кровь это показания сделать колоноскопию если у человека родственники прямые то есть такие как папа мама дяди тети или там братья сестры тоже страдали или страдают как раз раком кишечника это тоже показания сделать колоноскопию для профилактики если какие-то непонятные симптомы которые когда человек похудел когда не менял характер питания либо у человека обнаружилась анемия но скажем другие специалисты тоже не могут сказать определенно от чего это это тоже как раз показания сделать колоноскопию и здесь такие симптомы когда могут быть длительные запоры или наоборот длительное нарушение стула по типу диареи когда стул становится неоформенным кал такой жидкий это тоже показания сделать колоноскопию кто направляет на колоноскопию это терапевт или человек может сам вот у себя эти симптомы обнаружил или все-таки он идет сначала каком-то общему врачу желательно конечно чтобы сначала пациент обратился какому-то специалисту но вместе с тем это не является обязательным критерием то есть если человек считает что вот есть что-то из перечисленных симптомов либо ну ему даже банально старше 40 лет он вполне может самостоятельно подойти и записаться либо позвонить ну то есть тем или иным образом направить себя на это исследование и в результате тоже исследование будет проведено может быть есть какая-нибудь статистика у вас в данный момент я не подсчитывал но есть такое понятие в медицине как раз вот в эндоскопической как аденома рейтинг то есть считается что при проведении исследований а выявление полипов должно быть не менее 25 процентов то есть к сожалению полипы достаточно часто выявляются и вот как раз с усовершенствование медицинского оборудования есть возможность обнаружить их на самой ранней стадии и вот чем раньше это будет выявлено тем проще это удалить то есть это совершенно такое безболезненное и достаточно легкое удаление полипа тем скажем так в будущем это приведет к тому что у меньшего количества людей разовьется злокачественное заболевание то есть рак толстой кишки и вот наверное о менталитете стоит сказать что у нас все таки люди не очень привыкли нет такой культуры заниматься профилактикой идут уже к врачу и в частности на такие процедуры которые принято считать неприятными в крайнем случае вот может быть надо как-то людям донести что профилактика это важно и что нужно прийти провериться раз в год там или раз в пять лет как вот в случае с колоноскопией может быть вот какое-то такое обращение людям то здесь я могу сказать что да это действительно так что старше 40 лет всем рекомендуется сделать хотя бы раз колоноскопию и потом продолжать делать раз пять лет но вместе с тем хочу отметить что все достаточно по-разному относятся к себе есть те кто делает вовремя и даже очень часто эти исследования но есть те кто и приходит только по такому настоянию родственников часто это бывает как что муж идет по настоянию жены то есть вот мужчины как-то как относится к своему здоровью несколько более так пренебрежительно чем чем женщины вот это конечно не статистика но создается иногда такое впечатление но сейчас есть возможность делать исследования эти и безболезненно и вовремя и на современном оборудовании поэтому да мы рекомендую всем сделать и гастро и колоноскопию спасибо дмитрий александрович надеюсь что кому-то из наших телезрителей информация услышанная сегодня окажется полезной с новым годом